В Нижнеархызском Аландском городе археологи Российской Академии Наук совместно с научно-исследовательским институтом Высшей школы экономики и Институтом Востоковедения изучают захоронения, найденные на территории древних аландских храмов. Об экспедиции и о том, какие находки обнаружили археологи, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Раскопки в этих местах ведутся вот уже третий год. Сами археологи отмечают, что основная задача исследовать три аландских храма X века в Нижнем Архызе. В среднем храме обнаружили захоронения, находящиеся в каменных ящиках. По словам ученых, в основном на территории религиозного сооружения хранили представителей знати и духовенства. Наша основная задача – исследовать все захоронения. Это позволит получше узнать историю этих храмов. Здесь, конечно, у нас христианские погребения, алан. Это знать, потому что вокруг храма в любом случае знать. Но, помимо этого всего прочего, внутри храма мы раскопали в позапрошлом году погребения ктиторов. Ктиторы – это те, кто заказали строительство этого храма. Прямо посреди храма, к сожалению, тут они доехали, погребения трех женщин. Одна была в каменном ящике лежала, и две чуть-чуть рядом, в гробах. Конечно, гробы не сохранились, мы нашли гвозди. Но, к сожалению, так как они христианские, инвентарь, то, что вы называете, эти находки, у нас, к сожалению, очень скудный. Археологи проводят раскопки каменных ящиков, где раньше в старину люди хоронили своих усопших. Здесь мы можем увидеть, уже даже нашли останки тех древних людей. Невооруженным глазом можно заметить, как хоронили ближе к стене храма. На данный момент археологи расчищают места захоронений. Также ученые изучают архитектуру аланского храма. Это позволит нам получше узнать, как вело строительство этих религиозных сооружений. Андрей Юрьевич, расскажите нам об особенностях архитектурных, которые вы уже при раскопках нашли здесь. И в чем проявилось это? Наша экспедиция, совместный институт археологии, институт высоковедения Российской академии наук и Национального исследовательского университета Высшей школы экономики приступила к исследованию архитектуры Среднезеленчукского храма 4 года назад. На самом здании церкви мы видим швы, которые говорят о разнородности этапов его строительства. И нашей задачей было выявить строительную историю этого храма. И нам удалось кое-что интересное выяснить. В частности, например, работая в западном рукаве храма, где мы сейчас стоим, мы обнаружили мощную выкладку, которая идет поперек храма, от стены к стене, которая должна была служить опорой для каменных хор, на которых находился весь демоаванский царь и его свита. Все останки будут изучены после раскопок. Это уже более научная часть нашей экспедиции, отмечают сами археологи. Будут проводиться антропологические исследования, которые позволят нам узнать о жизни людей, которые жили в этих местах. Современные технологии позволяют нам даже воссоздать облик этих людей и даже рассказать о том, чем они болели и от чего умирали. Проводится обширная программа палеоантропологических исследований нашими сотрудниками Марии Борисовны Медниковой из Института археологии РАН. Мы изучаем палеопатологии, проводится полувозрастная комплексная диагностика. Это значит, что мы узнаем об этих людях практически все, кроме их имен. То есть, где они родились, сколько они жили, их возраст, их уровень жизни. Аланские храмы хранят много тайн, и появилась возможность заглянуть в прошлое благодаря этим захоронениям, отмечают археологи. Еще многое нам предстоит изучить. Раскопки внутри храма ведутся быстрыми темпами. Все находки будут переданы в Музейный фонд республики, заверили ученые. Вот мы начали брать этот храм, эту часть храма, и здесь обнаружили вдоль стен погребения. Погребения разрушены, судя по всему. Вот раз, два, вот ящик, видите? Вдоль стен. Там тоже разрушенный ящик, который, судя по всему, при устройстве разрушил более ранний ящик. Когда эти погребения были сделаны, непонятно, но, судя по всему, самые ранние из них аланские, более поздние, возможно, пост-аланские. Поскольку эти храмы почитались уже в более позднее время, вплоть до исламизации местного населения. Это часто очень бывали семейные погребения. То есть, вначале одного хранили человек, потом, через некоторое время, другого. Здесь, причем, сохранился, судя по всему, еще не дочищен до конца, но, судя по всему, сохранился второй костяк тоже целиком. То есть, вот, потому что обычно кости сгребали в бок или в одном месте просто сделаны отдельные ямки, куда перенесли кости из более раннего погребения. Также будут проводиться раскопки в Алансском северном храме, где обнаружены захоронения. Алихан Левшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Нижний Архыз.